Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморской телерадиокомпании. С вами Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Николай Давидюк, политический эксперт. Здравствуйте. Добрый вечер. На следующей неделе, 7 декабря, ожидается приезд вице-президента США Джо Байдена в Украину. Все говорят, что этот приезд изменит многое в нашей политической структуре, даже не структуре, а политические лица изменятся, то есть мы можем видеть новых людей. Вот Джо Байден встретится и с президентом Порошенко, и с премьер-министром Арсением Яценюком, а также будет выступать с трибуны Верховной Рады, но встреча с президентом – это окей, встреча с премьером – тоже, но вот выступление с трибун Верховной Рады, вице-президента другой страны. Я что-то не помню, чтобы у нас выступали с трибуны подобные… Ну, с другой стороны, наш президент выступал в Канаде, Юченко еще выступал в Бундестаге, в Американском Сенате, то есть я думаю, что ничего плохого в этом Но Байден больше, чем гость. Просто, да? Ну, это вообще уже нужно так рассматривать, мифический приезд Байдена. То есть он уже так оброс сплетнями, историями, инсайдами, отставками, возможными отставками, изменениями. То есть это уже такой, ну, прилетит друг-волшебник. То есть он… ну, уже многие ждут, что от приезда Байдена ну, просто начнут рожаться дети, расти ВВП и закончится война. То есть, на самом деле, наши политики, особенно те, кто критикуют, и те, что делают, они от визита Байдена ждать слишком много. И тоже не нужно утрировать лишнего, то есть это вице-президент не Украины, это вице-президент Соединенных Штатов. То есть, в первую очередь, наши политики должны что-то делать. Но, с другой стороны, есть позитивный тренд, что от приезда Байдена активизируются процессы борьбы с коррупцией. Антикоррупционного прокурора выбрали, по крайней мере, это, ну, скажем, шапочно они это показывают. Мартыненко заявил, что уйдет в отставку. Пока что результата вот этих заявлений ни от первого, ни от второго нет, но, тем не менее, они активизируются к приезду, этому мифисическому приезду Байдена. То есть, это однозначно. Ну, в этом-то и вопрос. Что же он такое им должен сказать? Офф-рекордс, да? Что они вот так зашевелились. Ну, просто недовольство, например, Соединенных Штатов касательно генпрокурора, они велики, они публичные, то есть, они неоднократно повторяют, что они недовольны работой господина Шокина. Однако, вот вчера по поводу Офф-рекордс, да, была тоже встреча президента Порошенко с блогерами, журналистами, и там, само собой, зашла речь по поводу генерального прокурора господина Шокина. Так вот, президент сказал, что Шокин будет генпрокурором как минимум еще год, то есть, во время всего процесса реформирования генеральной прокуратуры. Вот почему президент так настойчиво отстаивает эту фигуру, несмотря на то, что вот критика и с Евросоюза, и с Соединенных Штатов Америки, и, само собой, даже среди гражданских активистов в Украине, и журналистов. То есть, ту вертикаль, которую отстроил президент, то есть, она невозможна без своего генпрокурора. Это уже, как бы, не секрет, это не единожды говорилось, но, тем не менее, это факт. И он не хочет уступать человека, которого, как бы, считают своей стопроцентной креатурой, человека, который без амбиций, там, политических, без амбиций, там, каких-то, там, особо финансовых, то есть, который готов исполнять работу, которую ставит президент, и в то же время, там, ну, какой-то, там, третьей рукой еще пытаться реформировать генпрокуратуру. Первое. Второе. А есть ли у президента свой человек, который придет вместо Шокина? То есть, возможно, вопрос здесь. То есть, возможно, у него нет сегодня человека, который готов зайти и под его задачи, и в то же время устраивать из наших западных партнеров, и устраивать активистов, и всю страну. Потому что получить просто в подарок, там, условно, с Акварелидзе, Касько, или, там, кого-то третьего из такого же ряда, то есть, ну, очевидно, Порошенко не готов. Ну, просто вот вы говорите, да, вы представите реальполитик, то есть, действительно, президент назначает на должности, там, генерального прокурора, это делали все президенты по возможности, того человека, который, которому не доверяют, и который будет, как бы, ну, так, член его команды, скажем так. Хотя, прокуратура и генеральный прокурор, это фигуры, которые, по идее, если брать политику, ну, как бы, на бумаге, как написано. Как конституционно. Конституционно, да. Да, с точки зрения конституции, это фигура абсолютно независимая, которая, по большому счету, если президент делает что-то не так, она должна, ну, с ним, наверное, сначала поговорить, а если это не сработает, ну, прислать к нему, не знаю, доказательную базу, потом это через Верховную Раду, и Верховная Рада уже что-то должна будет предпринимать, или не предпринимать, это зависит от такого. Но мы совсем при других реалиях. Вот, у меня сегодня попалась статья в Киевпост, ее написал французский журналист, я не помню фамилию, один из тех, который раскритиковал речи Петра Порошенко в Париже. Там он, конечно, делает важную ремарку, для него, по крайней мере, чтобы украинцы не думали, что когда президент, вот президент просто тогда сравнил, что вот то, что почувствовала Франция, Париж после терактов 13 ноября, да, когда были убиты, ну, больше ста человек террористами, вот Украина уже больше полутора лет вот испытывает почти каждый день то же самое. И тогда эти слова президента были восприняты некоторыми журналистами, опять подчеркиваю, не мировыми СМИ, а некоторыми журналистами. Ну, они сказали, что президент неправильно поступил, это как бы, ну, некрасиво, вот эти вот сравнения и так далее. Так вот, он сказал, что когда он критиковал президента, он не говорил, что смерть французов более важна, там, или задевает больше, чем смерть украинцев отнюдь. Он говорил другое, что президент и Украина, и не только президент, но вся украинская власть, они ищут симпатии на Западе. Ну, это правда. То есть, кредиты мы берем на Западе, и все мы берем на Западе. Ну, политическую поддержку. Ну, политическую поддержку. С другой стороны, Запад от нас требует, ну, и требовал, и даже требует борьбы с коррупцией, чего нету, с его точки зрения, да. То есть, и поэтому президент Порошенко, ему не надо вот обижаться, да, как бы, и украинцам на то, что Запад, ну, смотрит на Украину с неким каким-то, ну, недоверием, да, там. Непониманием. Непониманием. Непониманием, затягиванием, там, с тем же безвизовым режимом и так далее. Тут просто вот не идет сопроцесс. Тут это просто как в качестве вот ремарки, да, что вот, как бы, господин президент отстаивает господина Шокина, а со всех сторон его критикуют. Что еще важно сказал президент при встрече с блоггерами и журналистами? Это касается минских соглашений. Ну, президент это сказал, говорил и сказал, что повторил еще раз, что нет альтернативы минским соглашениям. Вот есть только минские соглашения, мы работаем в этих рамках и точка. Однако, вот, как вы считаете, вот, гражданская блокада Крыма, да, и желание расширить, по крайней мере, кругозор участников вот этой нормандской четверки даже на Крым, будет ли она успеть, то есть, обвенчается она успехом, вот эта попытка, да, ну, не припусти, а суммировать крымский вопрос к Донбассу. Крымский вопрос к Донбассу. Вот вторая часть, вот по первой, по закрытой встрече, чтобы довести. Мне кажется, мне кажется, это мое субъективное мнение, я не был на этой закрытой встрече, я не блогер, но администрация президента пытается замерить градус восприятия оставления Шокина еще на год, причем аудитория даже не Украина, а аудитория как раз эксперты, которые готовят визит Байдена. То есть, они пытаются замерить, какая будет реакция, они хотят услышать. Вот сейчас, если как откомментируют американские там наши партнеры, то есть, плюс, минус, насколько минус, то есть, это катастрофа или терпим, но там где-то что-то недополучие. Понимаете, встреча закрытая, ничего, кроме того, что Шокин застается еще на год, сказано, не было. И плюс там банальности типа, Минск, альтернативы нету, Украина демократичная, мы боремся, строим новую армию, все. Получается, что запустили один месседж, он не от президента. Ну, у нас же понятно, встреча была офф рекордс, это сказал кто-то из блогеров. Президент может сказать, я такого не говорил. И это будет вполне, если ему с Америки поздно скажут, вы говорили, нет, я этого не говорил. Ну, с другой стороны, многое. Официально заявления не было, соответственно, они измеряют градус накала, как это воспримет. И наше общество, и самое главное, как это воспримут западные партнеры. Соответственно, мне кажется, что вот эта встреча вот этих блогеров, потому что некоторые из них появились на экранах у нас вообще впервые, никто даже не знал, что такие блогеры есть. Ну, им вопрос задали, они на него и ответили. Вот это первое. Там 18 человек было, то есть это блогеры и журналисты. Ну, как бы самый главный блогер страны поехал в Вашингтон. То есть, вот как бы... Это Лещенко, что ли? Вот, не, ну, если говорить об этой теме и приезде Байдена... Не, ну, он уже народный депутат. Он народный депутат, он пишет блоги, но он народный депутат. Вот. О том желании соединить вопросы Крыма, Донбасса, за счет этого, не борясь с коррупцией, возможно ли убедить Запад? Я думаю, что нет. Возможно тянуть время. Но нужно показывать реальные изменения в Украине. Понимаете, нас в Украине очень любят цитировать Ликванью, вот про трех друзей, да? Но никто из них не хочет этого делать. Причем даже тут вопрос не в друзьях. Просто возьми три самых главных коррупционера, возьми три самых главных неплательщика налога. Вот Холодницкого назначили как антикоррупционного прокурора. Когда? Второго, по-моему. По-моему, первого декабря. Да, нет, это на прошлой неделе, в пятницу на прошлой неделе. Ровно неделю, думаю, назад. Сегодня уже был назначен его первый заместитель. Это, кстати, Максим Грещук, который, ну, был его, не знаю, там, соперником, да? Кто? Ну, они решили не закладывать конфликт на старте работы, как бы удовлетворить две позиции. Да, он его заместитель. Тем более, что у Грещука было больше всего голосов от комиссии, да? То есть 11. А у Холодницкого 7. Ну, команда уже формируется. Ну, понимаете, формирование команды, то есть вот то, о чем я говорил, что нужно бороться. А у нас идут разговоры о борьбе с коррупцией, у нас создаются органы по борьбе с коррупцией, у нас дискуссия о коррупции, но никто с ней не борется. То есть у нас очень много разговоров. Это как вопрос о реформах, да? Вот есть темы, которые мы супер любим обсуждать на кухне, в парламенте, там, на телевидении, но никто не готов за них браться и делать. Вот примерно борьба с коррупцией – это миф, который есть в Украине, которым затравливают западных партнеров, Евросоюз, Соединенные Штаты. О нем рассказывают, назначают десятки вот этих прокуроров разного типа и разных агентов создают. Но по факту, вот мы скажем, вот прошло полтора года, уже скоро два, да? Кто из них сидит? Из самых главных коррупционеров страны. Вот давайте выпустим там, как есть в Forbes 100 самых богатых, давайте выпустим 100 самых главных коррупционеров страны. Кто из них сидит? Никто. Ну, такой… Вот это уже показатель. Потому что… Это опасно такое писать. Посадят. Потому что надо же иметь доказательства. Такой-такой список может прокуратура вот как раз предъявить. Но не журналисты. Знаете, раньше в Москве один из первых выпусков топ-100 самых богатых, журналисты, которые это писали, его заказали. Это тоже было опасно писать. Все опасно. Ну, на самом деле. Все опасно. Не то, что это не надо делать. Ну, просто это не… Да. Но все равно по факту мы имеем, что никто из этих коррупционеров не сидит. Коррупция процветает. Тем еще больше она набирает обороты. И это при том, что население беднеет. Бюджет, если посмотреть в долларовом эквиваленте, он нас очень сильно измельчал. То есть это нужно принимать. И об этом нужно говорить. То есть просто общаться о том, что боремся с коррупцией. Там зама призначили. Сейчас они заявят, что до 14 февраля они еще наберут 43 своих прокурора, которые в штате. Плюс они еще получат кабинет. А там еще защищенную линию надо. Ну и придем к 1 мая. Скажем, ну вот сразу после лета начнем очень жестко бороться с коррупцией. Сразу после выборов. Понимаете? Такой вариант тоже может быть. Ну конечно. Почему его назначили, а он уже через неделю мог бы заявить, что вот первые 3 врага. То есть кого я буду сажать. За кем я буду охотиться. Для того, чтобы есть в народе признанные люди, как явные коррупционеры. Которых люди хотят, чтобы их наказали. Чтобы это был пример. Потому что есть люди, которые в стране должны миллиарды гривен. Но к этим людям ни к кому нет вопроса. Есть много шоу, есть маски шоу, но тем не менее, никакого конкретного результата мы сегодня не увидели. И увы, уже прошла неделя, и я думаю, что к Новому году мы тоже ничего не увидим. Но к приезду Байдена назначили, назначили зама. Есть имитация работы. Ну да. Кстати, по поводу одной из тем, которые тоже очень часто обсуждаются на кухне, не только на кухне моей, условно, а на кухне Верховной Рады и разных других. Это изменения в Конституции. Вот опять-таки на этой же встрече президент говорил, что надо будет непростой, тяжелый разговор с членами коалиции. Но он считает, что все же получится проголосовать изменения в Конституцию, которые вызывают бурю эмоций, например, не знаю, по крайней мере у фракции Самопомнич как минимум, если брать членов коалиции. У многих депутатов тоже. Ну да, я просто брю как члены коалиции, как целую фракцию. Не знаю, откуда такой оптимизм у Порошенко, какие будут он аргументы предлагать участникам коалиции, потому что голосов нету, а им надо 300. А если он обратится за помощью, назовем это так, к оппозиционному блоку, ну коалиция может тогда рухнуть и многие выйдут вообще. Это повод для досрочных выборов будет, по крайней мере. Не причина, а повод. Мы не знаем истинной цели вот этих, ну скажем, процесс, начало процесса изменения в Конституцию. Возможно, президент хочет... Прописано все в Минске соглашение, которое мы говорили до этого. Не, ну понимаете, наш президент как бы же тоже политик с опытом и он видит, что русские свою сторону не имплементируют, то есть ни пророссийские боевики, ни сама Россия, то есть и он тоже может с этим вопросом тянуть. Он у него сегодня не самый горящий, если разобраться. То есть если посмотреть среднее по палате в стране, да, то есть то эти изменения не самые важные. И плюс, учитывая то, что пророссийские боевики вообще ничего не делают, то есть то этот вопрос мы можем как минимум реально отложить к весне. Это не борьба с коррупцией. Если бы западные партнеры увидели, что здесь реально идет жесточайшая борьба с коррупцией, поверьте, мы бы не то, что как Турция по 3 миллиарда получали, мы бы каждую неделю по 3 миллиарда получали, лишь бы мы смогли отстроить нормальное государство. А эти вопросы, да, они прописаны в Минских соглашениях, да, их требуют, да, о них говорят, но их можно откладывать. Их технически можно оттягивать. Но, увы, сегодня технически откладывается борьба с коррупцией, сегодня технически откладывается развитие экономики, Но, тем не менее, процветает коррупция и процветают кулуарные договоренности, и больше идет борьба, кто будет следующим примером или кто зайдет на посты пяти или восьми министров. Знаете, буквально сейчас прочитал новость, заявление Петра Порошенко, после которого у него будут непростые дни. Знаете, что он сказал? Сегодня просто 24-е годовщина вооруженных сил Украины, и он принимал участие как верховный командующий на этих торжествах. Вот что он сказал. В условиях... Нет. А, вот. По поводу вклада волонтеров, да, вот в том, что мы отстояли и продолжаем отстаивать страну. И без этого вклада мы все равно бы победили, но было бы труднее. Это, знаете, мне напоминает Савва Путина, когда он сказал, что мы и без Украины бы победили бы нацистов, но, может быть, было бы труднее. Ну, я скажу одно. Что-то президенту Порошенко неправильно что-то написали. Возможно, райтеры его хотят подставить, да, и они вместо лайков хотят собирать антилайки. На самом деле волонтеры же выходили не за Порошенко. Нет, так бог с ним с Порошенко. Ну, это его... Ну, это его личное мнение. Ничего себе, это же не личное мнение. Мне кажется, что самое главное, они выходили не за него. Люди выходили за страну. Люди выходили за свою семью, за своих родителей, за свою землю, за свою честь, да. То есть, поэтому эти заявления, ну, возможно, где-то вырваны с контекстом. Возможно, где-то, скажем, мы же все не видели. Возможно, где-то журналисты пересмыкнули. Даже если это его мнение, ну, это персональное мнение. Понимаете, у него есть персональное мнение, там, насчет Липецка. У него есть персональное мнение, там, насчет Минских соглашений. Я просто помню фотографии с волонтером, которые президент любил делать год тому назад. Ну, вы понимаете, что... Обращение новогоднее тоже в окружении права волонтеров. А теперь такое. Ну, на самом деле, знаете, политики вообще любят тему волонтеров. Вот мы видели избирательные списки, то есть комбаты, волонтеры, журналисты. Политики очень сильно любят использовать рейтинговые социальные группы, да, для того, чтобы накачивать свои рейтинги. Ну, выборы еще не скоро, соответственно, можно себе позволять такие заявления. Но, тем не менее, мне кажется, что где-то, наверное, и вырвано с контекста. Я не думаю, что настолько, но даже если это его мнение. Да, вот я попрошу режиссеров, если можете найти, там есть кадры 112 канала, да, вот видеообращение, там, видеозаявление, вот президент, если можете это сделать в течение вот эфира, что потом мы пустили, да, вернулись к этой теме и показали именно фрагмент видео. Да, спасибо. Вот. Конституция. Мы же так и не... А, нет, мы про нее поговорили, что-то. Ну, президент же говорит, что он хочет на второй срок. Но это мы уже, когда посмотрим видео, про это проговорим. Кстати, очень такое забавное произошло, не знаю, это событие или визит, скорее всего. 3 декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк, он был в Италии, но не в Риме, там, не во Флоренции, он был на военной базе США Сигунелла. Ну, это на Теренском побережье. Вот его пригласил, вот он в таком в одиночестве, да, наблюдает за самолетами, ну, все же это такая машина, то есть это авианосец, атомный авианосец Гэри Трумэн, такая серьезная военная машина. Его пригласил туда посол США Джеффри Пайет. Я не очень понимаю, почему премьер, то есть он, конечно, имеет право, но даже согласно Конституции у нас за оборону отвечает президент Верховного Главного Командующей, там, начальник Генштаба, господин Муженко, министр обороны, господин Полотарак, который тоже был, кстати, в месяц премьер-министром. Ну, премьер-министр, по большому счету, должен обеспечивать финансами, да, армию. Вот, как объяснить этот, ну, этот визит? Я его не очень понимаю. Ну, и приглашение со стороны американского посла, ну, отказаться, конечно, было бы некрасиво, но вот зачем это? У нас вообще перемешалось обязанности президента, обязанности премьера, что должна делать Верховная Рада. Вот ветви власти у нас переплелись между собой. Вот когда Яценюк позволяет себе, там, говорить о оборонных вещах, когда Яценюк, там, ездит вот на эти базы, в то же время, когда он должен заниматься исключительно экономикой. То же самое и к президенту, когда он должен отвечать только, там, за армию, за образование, да, международные отношения, он еще и лезет в экономику. Плюс мы знаем, что есть, скажем, вот эти неформальные квоты президента в Кабмине, то есть, что, как бы, точно так же нарушают, как это. У президента, подождите, у президента самая большая фракция в парламенте, его имени. Поэтому это, как бы, так получается. Это уже априори, да, подтверждает, вот, визит Яценюка в это. Ну, на самом деле, у нас перемешалось. То есть, и очень сильно, и, знаете, вот, не хочу уходить в предыдущий вопрос, но действительно нужны изменения в Конституцию. То есть, Украине больше, мне кажется, это мое, там, частное мнение, что ей больше подходит, вот, именно, парламентская республика, когда главным будет премьер-министр, тогда мы исключаем вот этот дуализм власти. Потому что, получается, что партия имени президента, неважно, кто он, она имеет представительство, выбирает премьер-министра, и плюс президент ему еще в список, еще своих людей, но ты не си ответственность. То есть, соответственно, вот это уже несет ограничения. А так, если бы был один человек ответственный за все, мы видим, что не идет, окей, полгода снимаем, три месяца снимаем, у нас тогда бы смены власти были бы намного проще. У нас в истории вообще были успешные примеры, успешных премьер-министров. Но у нас никогда не было примера успешного президента. Соответственно, вот нужно где-то искать. То есть, и, на самом деле, это диалог, диалог... Кучма при всем... Общенациональный. При всем, как бы, отношении к той системе, которую он создал, да, в принципе, олигархи, это, как бы, его детище. Ну, он это, он позволил им стать олигархами. Он их создавал, он их выращивал, он на них опирался. Но, по крайней мере... Он был успешным президентом, что он был главной страной. Да, самое интересное, если Кучма и олигархи, что Кучма никогда не давал олигархам быть выше государства. Кучма никогда не раздавал, когда их каналы диктовали, что делать президенту, или что делать премьер-министру, и он к ним на поклон не ходил. Сегодня очень часто это поменялось, что у нас очень много чиновников зависят от мнения олигархов. Но, тем не менее, скажем, вопрос условный, то есть, ну, мне кажется, его нужно тоже обсуждать. То есть, он не самый горячий. Борьба с коррупцией и реанимацией экономики, она сегодня более важна. Но, тем не менее, конституциональные вопросы их нужно поднимать. И не только в рамках Минского процесса. Ну да. Кстати, вы читали интервью Григоришина о новом времени, там, Кристина Бердисова? Последнее нет. Ой, там он, конечно, наговорил разное, но вот такое забавное, да, по поводу, там, денег, которые ему он когда-то одалживал министру внутренних дел Авакову, и тот еще ему никак не отдает. Это, конечно, такие странные, да, взаимоотношения, оказывается, у нас. И то, что он советует, ну, то, что он советует на назначение, там, в энергетической сфере каких-то людей, может быть, это и правильно, учитывая, что он, как бы, и специалист этого сектора. Ну, насколько правильно, это российский бизнесмен, который советует президенту Украины. У него российский паспорт. Ну, конечно, вот, который советует президенту Украины делать назначение. Ну, мне кажется, что я вот эти и интервью, и отношения Григоришина у меня больше через призму их конфликта с Ложкиным. То есть, я думаю, это все замешано на отдельных деталях, и плюс, ну, как говорят, поинт этого всего, самая важная суть, это влияние на президента. Это желание выйти там на встречу к президенту, навязать свое мнение каких-то людей, поставить там каких-то своих министров, не больше. То есть, почему он такой и активный? Ну, если честно, вот если посмотреть, все олигархи прошлой недели были супер-мега-активными. Коломойский интервью. Интервью, да. Таруто интервью. Григоришин интервью. Ахметов ничего. У него просто работала ТРК Украина, и он не давал интервью, но, тем не менее, как бы, социального эффекта он достигал. А, ну, Фирташ тоже в какой-то момент. Фирташ Ройтерсу дал интервью. То есть, все олигархи, понимаете, идут реальные процессы по, скажем, даже, скажем, и к подготовке к приезду Байдена, что не самое последнее. И плюс год неприкосновенности Кабинета Министров заканчивается. Да уже практически, по-моему, сегодня он заканчивается. Все хотят войти, вот, скажем, в обновленный кабин со своими людьми. Вот почему олигархи, даже первые лица, которые всегда молчат, они же даже не комментируют там вообще ничего. То есть, тут они все послывали, все они вспомнили, что они любят прессу, они захотели что-то рассказать. У каждого супер-благие цели, у всех хорошие отношения. То есть, мы должны понимать, что идут процессы. И если они уже лично готовы выступать и давать комментарии, соответственно, это мощнейшие процессы, которые на много что повлияют. Вот поэтому я вот и к интервью Григоришна повторюсь, что я отношусь с призмой вот этих конфликтов и процессов, которые кулуарно происходят в наших самых высоких кабинетах. Да. Кстати, по поводу процессов кулуарных, которые происходят в наших кабинетах. Вот 10 дней тому назад началась энергетическая блокада Крыма. Ну, она случилась стихийно. То есть, никто не взял на себя ответственность за то, что были взорваны. Ну, кто-то ее планировал. Ну, кто-то ее планировал, понятно. Ну, никто на себя ответственность таки не взял. В итоге многие считают, считали, считают, что это достаточно сильный рычаг влияния на Российскую Федерацию, поскольку вы грозитесь с 1 января нам сделать полное эмбарго украинских продуктов, ну, тогда мы отключим Крым и вам придется объяснять крымчанам, что происходит. Правда, это сложно объяснить людям, которые под влиянием этой средствовой массовой пропаганды. Многие люди, вот правда, там рыдают только при мысли о Путине, да, и какой он молодец. Ну, травмированные люди, ну, что поделаешь. Так вот, что он сказал журналистам и блогерам, что Украина готова была возобновить поставки электричества в Крым еще 2-го числа, еще 2-го декабря. Но 2-го декабря прилетел Путин в Симферополь и торжественно открыл этот энергомост. Хотя это, по большому счету, пока еще фикция, да, то есть Крыму надо там тысяча, там 800 мегаватт, а этот кабель, который они якобы протянули, вот до 100 пока что мегаватт мощности. Да, пока, конечно, проблема не решена. Но вот вопрос в чем? Что это за государственная такая политика, да? Она очень странная. Вот есть гражданские активисты, которые сначала сделали торговую блокаду. В итоге, премьер-министр принимает решение, опять-таки, уже только после начала энергетической, что да, все же надо прекратить торговлю с оккупированным Крымом. Потом была попытка восстановить вот эти вот электростолбы, были конфликты с крымскими татарами, была акция протеста под администрацией президента. И стало не совсем понятно, какое же решение примет Украина по этому поводу. Плюс, я, Синюк, вспомнил об этом расследовании, да, контракта о поставке электроэнергии, потому что там много, не то что неточностей, да, преступных неточностей, потому что там, как бы, Украина... Нюансов. Да, нюансов, так сказать. Украина поставляет электроэнергию Крымскому федеральному округу. Ну, то есть, как это может быть? То есть, мы в документах сами признаем федеральный округ. Ну, сумасшествие какое-то, правильно? А тут вот такое решение, да, то есть, мы, конечно, уже не поставляем электроэнергию, но это Путин виноват, оказывается. А так мы бы поставляли. Или это он Путина хотел очернить? Месседж в никуда, на самом деле. Первое, второе. Общество живет уже завтрашним днем, а политики живут вчерашним. Действительно, вот политики у нас еще вчерашнего дня. И вот если люди мыслят там наперед, пытаются как-то прогнозировать, планировать, задавать тон, то политики даже не успевают на это все реагировать. Ну, вот это подтверждение вашей слова, что Яценюк только вот сейчас отреагировал на продуктовую блокаду. Ну, друзья, а вы не видели, что она еще с сентября? То есть, или к вам слухи не доходили, или тайных встреч с блогерами не было, и вам никто не донес. То есть, понимаете, тут ситуация в чем? Что население задает тон. Крым сегодня в некомфортной ситуации, в то время как украинские политики в комфортной ситуации. Потому что они там занимаются западными санкциями против России, ведут войну на Востоке и забывают про Крым. Ну, все ждут, ну, вот будет там 17-й год, тогда и Крым и заберем, когда там Путина кто-то скинет, да, непонятно кто, чего и как. Крымчане очень недовольны политикой государства относительно Крыма. А активисты делают, мы не знаем там по именам кто это, ну, назовем это условно активисты, они вот, скажем так, прекращают энергоснабжение. Какая цель этого? Цель показывает одно, что Россия не в состоянии обеспечивать Крым. Раз. Раз. Второе, что России грубо наплевать на Крым. Просто когда нуждаются в тысячи, а привозят вам стой, я это называю, энергомостом, так извините, да это на удлинитель не тянет. И господин Путин, видно, что у него все горит и кипиш, и паника, но он вот, ну, еще приезжает в Крым, а понимаете, а еще через месяц он же не приедет. Ну, он говорит, я говорю вам, в мае сделаем свет, но извини, дружище, люди заходят в зиму, в зиму, проживи ты зиму в Новоогорёва без света. Вот тогда поговорим, то есть, ну, они показали же неспроможны, неспособны обеспечивать полуостров. Они из него действительно сегодня делают остров, как и со всей России, когда блокада и продуктовая в России что же есть? Если мы говорим про блокаду Крыма, у России тоже есть, они пафосно давили летом эти все голландские сыры и все, что там привозили. Да, сейчас турецкая. А турецкая блокада, а Турция же была импортозамещением Евросоюза. Путин что говорил три месяца назад? Да не надо нам европейский, у нас есть стратегический партнер Турции, мы через Турцию возить будем. А сегодня и Турции нет, сегодня уже Россия сама полуостров. То есть, Путин не способен, они говорят о Краснодарском крае, так у них самих не хватает электроэнергии. Это не есть регион-производитель изобильного электропотока, то есть они сами дотационные. И вот на это тоже нужно смотреть и на это принимать во внимание. Поэтому мы сегодня в ситуации, когда общественность задает тон политической повестки для государства. И вот эти активисты задали повестку дня для президента Украины, они задали ее для Путина, хотя он был переключен совсем на другие вопросы. Вот режиссеры говорят, что они нашли этот фрагмент обращения президента. Там им надо говориться, ну давай, дайте мне его, только со звуком, если можно. Переведение на электронные закупивки и еще много-много вещей, которые сделаны, в том числе и за участие волонтерского десанта. Бо без громадского контроля мало что бы удалось сделать. Вот еще деякие порівняння. По точному року наши затраты на оборону были в 13 разів нищие. Режиссеры, вы помните цитату Порошенко? Если вы ее услышите тому себя, вы тогда ее нам даете. А то, что мы будем президента слушать, это долго? Вот хорошо, пусть он там крутится. Вы вспомните цитату. Он сказал, что и без волонтеров, якобы, ну вот это написали, переписатели. Я сказал, что и без волонтеров мы бы справились. Вот, окей, продолжаем по поводу вот этого. Да, все говорят еще по поводу стратегии деоккупации. Вот сегодня буквально Рифат Чубаров, глава Межлиса Крымско-Татарского народа, сказал, что... Помните слова Ислямова, да? Что будет еще морская блокада. Он немного разъяснил. Он сказал, что это будет, во-первых, попытаться добиться на международном уровне именно официального эмбарго, который был бы именно запрет, да, там, причаливаться к Крымскому полуострову, а не в рекомендационной форме, как она сейчас, да, выглядит. И чисто физическая блокада, как, по примеру, Гримписка, да, они вот тоже там блокируют, там, не знаю, там, или ледоколы, помните, да, там, российские ледоколы они блокировали, потом всех гримписовцев забрали в тюрьму, долго там их держали. Вот такая вот инициатива, да. К инициативе, вот, Рафат Чубаров, Ислямов, другие активисты, они делают сегодня больше, ниже делает западное общество, ниже делает правительство Украины, президент и другие официальные лица. Нам обещали министерство, там, по делам Крыма, то есть уже забыли об этом министерстве, да, там, нам обещали, там, еще что-то. Самое важное, что есть люди, которые готовы до конца бороться за Крым. Вот это самое важное. Никакое министерство не дало бы такого результата, который дали ребята с сентября по декабрь. Они привлекли мировое общественное мнение, внимание вот к этой проблеме. Крым начал выпадать из повестки дня. То есть Крым уже стало что-то, ну, нечто такое ежедневное. Ну, оккупировали, так оккупировали. Ну, мы сочувствуем, но ничего поделать не можем. Да нет, можем мы поделать. У нас очень много инструментов. У нас, ну, мощнейшие инструменты, в том числе электричество, электричество для того, чтобы возвращать оккупированную территорию. Потому что, понимаете, еще такой момент. Много людей, сидящих уже на неоккупированной территории, они начинают рассказывать, что там, ну, ничего, пусть побудут, там что-то решим, где-то встрясется, сами придут. Да не придут сами, нужно что-то делать. Понимаете, будучи в Крыму, нет столько возможностей возвращать Крым, сколько их есть в Украине. Потому что при активизации ФСБ, то есть там люди не смогут бороться. То есть, да, придет момент, когда нужно, чтобы они на улице вышли. Да, этот момент будет, но он не сегодня. Возможно, завтра, возможно, послезавтра. Но, тем не менее, этот момент нужно готовить. Его нужно приближать. Но ждать так, что Крым сам вернется, ну, друзья, извините, то есть может пройти 500 и 700 лет. То есть, а это нужно что-то делать. Да, некоторые там пророссийские политики заявляют, ну, это же территория России, это ядерное государство, мы ничего не можем поделать. Так извините меня, то есть вы 25 лет ввели такую политику, что сегодня Крым оказался под влиянием ядерного государства. То есть нужно вести борьбу гибридную, хитроумную, вот такую вот, такой, какая она есть, но ее нужно вести. Просто если согласиться с Крымом, ну, хорошо, а как мы будем возвращать Донбасс? Так зачем нам Донбасс, если мы Крым отдаем? Или наоборот, зачем нам Крым, если мы Донбасс отдаем? То есть, соответственно, если мы ведем борьбу за страну, за ее сохранение, вот, то ее нужно вести. То есть они говорили, что ну, когда-то вернем. Нет, ее нужно вести, ее нужно возвращать. Ничто никогда само не возвращалось. Точно так же, как ничего не делая, мы не смогли защитить Крым. Да, там, конечно, правда, был паралич полнейший. Другое дело, на каких условиях мы вернем и Крым, и оккупированную часть Донбасса. Потому что, наверное, так, как было раньше, уже не будет. Ну, не вернутся, там, крымчане все, ну, даже дело не в крымчане, даже вот в переговорах с той же Россией, да, по поводу и Крыма. То есть будут разные предлагаться варианты, и на каком-то варианте надо будет остановиться. И, конечно, тот вариант, который нам предлагают, ну, как с Донбассом, ну, выберите Донбасс, ну, и будет, как бы, право вету на всю внешнюю политику. Это, конечно, никого не устраивает. Ну, это не возвращение. Это самообман, это троянский конь в Конституции Украины, и нас пытаются этим скормить и утопить. А на самом деле возвращать нужно их полностью. То есть и процессы идут, на самом деле. То есть, конечно, они не такие, как бы хотелось, но, тем не менее, возвращать нужно. Но что самое важное? Ну, понимаете, сегодня идут процессы по возвращению территории. Все вот эти все минские переговоры, там, блокада Крыма, это больше территории. Мы говорим только о территории. Мы говорим о возвращении. А о людях, мы вообще, человеческого измерения в этом нет. Нет. Даже энергетическая блокада... Но сегодня очень тяжело войти в мозги людям при присутствии российской пропаганды в Донбассе, в Крыму. То есть, да, изначально нужно возвращать территорию. Но вопрос, каким образом мы будем возвращать головы и сердца крымчан, жителей Востока. На самом деле все просто. Ну, не настолько, как бы нам хотелось, но нужно поменять точку удара. У нас проекция политики, должна быть политика будущего. Просто мы сейчас, вот, условно, мы завтра заходим в Крым или в Донбасс, или в Крым и в Донбасс. И мы начинаем все перебирать вот грехи и наши все оплошности прошлого, вспоминать, кто кому виноват, кто кому что должен, кто кого обманул, кто кому намахал, да. Стоп! Ребята, что будет завтра? Где будут жить наши дети? Как будем жить мы? Мы хотим мира или мы хотим узнать, кто был прав? Понимаете, это вечная русская проблема. Бандеровцы воевали на какой стороне, да? То есть, мы 70-80-100 лет живем в том, вот ищем биографию, изучаем Бандеры, хотя в то же время мы должны говорить о инвестициях, мы должны говорить о развитии экономики, о развитии Крыма, как туристического центра мирового масштаба, как о Донбассе, как о промышленном центре региона. Но никто об этом не хочет говорить, понимаете? То есть, нам нужно менять проекцию вот этой политики, общественного мнения и деятельности. Мы должны и сказать, все, черту подвели, наигрались войны, давайте строить завтрашний день. А у нас получается, что мы боремся сегодня за территорию и пытаемся играть в игры Путина. Игры Путина — это вчерашний день. Он пытается нам навязать вот этот весь остаток исторический, чтобы мы вот в нем закопались. Если мы в нем начнем разбираться, мы утонем. Нам нужно менять фокус, говорить о завтрашнем дне и возвращать людей в будущем. Потому что прошлое мы уже проиграли. И это нужно подвести черту и бороться за будущее. И вот тогда мы вернем и территорию, и людей. А вы знаете, что у многих нет такого понимания. Вот я вел беседу с Энрикой Менендесом, и здесь Юрий Романенко был политолог в Киеве. Но Энрик Менендес был, на включении из Донецка. А я как раз показал фрагмент, когда в Донецкой школе ведут урок по героям ДНР. Ну и там детям сказали, что Захарченко герои, Гиви, Моторова, все герои. Я спросил, ну как нам тогда налаживать отношения? Говорят, ну мы должны сначала взрослые о чем-то там договориться, потом уже думать о детях. А я спросил, а вы уверены, что через 5-10 лет конфликт будет завершен? А нам надо будет уже общаться, эти дети подрастут, и нам надо будет с ними общаться, находить общий язык. А пропасть между нами растет, 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 растет. И не все можно будет заполнить, не знаю, там, конфетами, условно говоря. Ну хорошо, вот режиссеры мне говорят, что нашли видео. Вот давайте послушаем. Богатого ваще. Спасибо. Ну, снова же я от своих слов повторю, что это его частное мнение. Это мнение президента, это же не частное мнение вечного. И люди выходили не за президента, не за Порошенко. Правильно. И люди выходили за страну. Нет, так как раз... Ну, это его оценка, понимаете? Вот это влияет на его рейтинг. И мы не должны переживать, там, его рейтинг высокий, низкий или его вообще нет. Нет, я не переживаю за рейтинг. Я абсолютно не переживаю за рейтинг. Это его отношение. Люди видят, люди сами оценят. Мне просто не нравится, когда людей используют. А тут, судя по словам Порошенко, может быть, он потом их будет... Ему придется объясниться. Он извинится, я думаю, миллион раз. Он извинится, миллион раз. Ну, как, ну, мы услышали то, что услышали. Может быть, мы его не так поняли. Это другое дело. Нет, я просто к тому, что нет смысла говорить, знаете... Ну, да, он так сказал. Ну, скажем, нам не услышалось. То есть мы это увидели. Он это сказал. Плюс я вас попросил, вы еще и показали, да. То есть контекст не вырвано, не вырезано. То есть, возможно, это какая-то игра, да. То есть он пытался лицом больше продать эмоцию, чем это. Но люди это увидели. И вот нет смысла это смотреть. То есть они сами воспримут, они сами дадут оценку его рейтингу, его деятельности. Но самое важное, что волонтеры помогали и помогают, и будут помогать. Не ради президента, не ради рейтинга. Они помогают друг другу, они помогают стране, они спасают ее. И самое важное, на самом деле, вот если говорить о главнокомандующем и армии, то армии на тот момент, как таковой, не было. Да не было. Вышли волонтеры, защитили страну, и армия подвинулась. Они помогли армии, да. Если бы в то же время мы могли бы так сработать в Крыму, вот если бы этот рефлекс сохранения государства сработал в Крыму, то у нас был бы Крым сегодня в Украине. И украинские патриоты, и крымские татары не сидели бы в КГБшных тюрьмах. То есть вот этот инстинкт, он спас страну, на самом деле. То есть, ну, понимаете, есть политическое мнение, честно. Это его, мне кажется, ему это оставить. Когда не Майдан, а сцена Майдана, да, вы понимаете, о чем я говорю. Сцена Майдана, на которой стояли, они там что-то все, вот эти два там. Один человек себя называл Коля в лоб. Президента, конечно, нынешнего, Порошенко, не часто его приглашали на сцену, но в итоге он стал президентом, тем не менее. Да, вот жалко, что именно сцена и дух, да, вот именно моральные, как бы качества сцены Майдана начинают сбрасывать все маски, показывать себя во всей красе, да, и без волонтеров они бы победили. Ну, ну, я хотел бы посмотреть, где мы бы были без волонтеров. Где бы был бы Порошенко без волонтеров? В Липецке, наверное, был бы в Липецке, директором фабрики. Политическая ситуация в развитии. Откровенно, откровенно просто отошнит. Им кощунство такое говорить, потому что мы не знаем, что будет завтра. И как будет тяжелее, как будет легче, то есть, ну, делать какие-то выводы, во-первых, ситуация не закончилась. Мы еще все-таки в состоянии войны. И говорить, что мы без них не смогли, я снова же говорю, это его мнение. Я, например, не хочу это мнение распространять, потому что я понимаю, насколько важно это все ценить. Это действительно то, к чему пришла нация, да, вот. У нас Ющенко часто любил называть слово «нация», но она появилась где-то после ухода Ющенко, да. Вот мы пережили... Кстати, да, но его вклад недооценен, я считаю. Да, ну, это отдельный вопрос. Но вот это слово «нация», вот выражение нации, вот это и были волонтеры. Когда человек, не имеющий, да, там, типа, фабрики, не имеющий там партии, ну, он брал все, что у него было дома и нес на Майдан. Когда он это все вез под Дебальцево, когда он это все вез на Востоке, когда люди последние отдавали. Понимаете, очень часто еще вот, если говорить там уже о волонтерской работе, очень часто было такое, когда волонтеры там на определенном уровне говорят, ну, одежку передали дедушке и бабушке, ну, видно, что они... Ну, у них ничего не было, они одежку уже отдавали. Понимаете? О чем это говорит? Что люди отдавали последние. И сказать, вот, понимаете, справились бы, окей, но если сравнивать возможности России, денежные, военные и ресурсы Украины, мы проигрывали. В десятки раз мы проигрывали. И вот как раз вот этот дух волонтерства, объединения наций, вот как раз он это и спас. А все остальное — это политика. То есть я бы не хотел это мнение распространять, потому что я не хотел бы, чтобы люди, которые сегодня помогают армии, это услышали. Они это услышат. Ну, пусть слышат, но я думаю, что это его частное мнение, и они останутся при своем. Нам нужно делать свою работу. Частное мнение президента, которое он выражает на официальном мероприятии. Пусть выражает. Я говорю, я к этому не отношусь ни хорошо, ни плохо, я его просто не слышу. Я считаю, это его частное мнение. А мы все, что с своей стороны делаем, мы должны это делать. Мы должны думать не о президентах, не о политиках, мы должны думать о своей державе, о своем государстве. А знаете, о чем я еще думаю? О психическом здоровье нации. Потому что раньше, вот 31 августа, часто об этом повторяю, вот слишком часто кто-то кричал «зрада». Вот чересчур, вот перестарались, да, с вот этой «зрадой». И у человека вздали нервы, да, и он кинул гранату. И умерли люди, которые к этой «зраде», как они все представляют, никакого отношения не имели. Пацаны, 20 лет нацгвардии. Что будет здесь, я боюсь, да, что тоже найдутся горячие головы, которые скажут «ага». Ну, не хотелось бы. У нас времени не так много осталось, но, опять-таки, ну, просто президент вчера дал много поводов, много тем для обсуждения. Вот что он говорит. Что практически уже решен вопрос о санкциях Евросоюза против России еще на полгода. Это хорошо. Хотя был вариант на год, Евросоюз на полгода, не знаю, на что рассчитывают они. Также он сказал, что практически готов к решению о безвизовом режиме для украинцев в ЕС. Ну, это мы уже слышим так часто, что это даже обсуждать не хочется, пока я вот уже как святой Фома. Пока не вижу, не поверю. Ну, относительно санкции. Вот хочу показать вам видео, это снимали наши коллеги из Радео Свобода. Как раз вот они были в Брюсселе. Пожалуйста. Продолжу втеченние санкции против России. Такое вопрос сегодня въезд не стоит. Санкции, наверное, продолжат. Дискутуются лишь строки, на которые могут это сделать. Колько месяцев, пів года или год. Втім, пока что ЕС зупиняется на варианте в півроку. Если его выберут остаточно, санкции за дестабилизацию ситуации на Донбассе діятимуть до липня 2016-го. Было бы лучше на год все это продлить. Некоторые по-другому считали, так что тут это консенсус. Насколько это будет влиятельно, насколько это воздействует на процесс, трудно сказать. В Венесон с Краинами Балтії особливо активно за продовження санкцій проти Росії виступает Польша. Мы вважаем, что наразі Росія не выполняет своих обязанностей щодо Украины и щодо всей международной спойноты. Готовы продолжить санкции из США. Даніель Фрайт – один из их разработчиков с боку американского держдепа. Він впевнений, без санкций ЕС и США Минск-2 був би неможливий. Мы вважаем, что минские домовленості – это правильный шлях, которым далеко надо идти. Мы уверены, что санкции нужно сохранить. Они мают значный влияние на Россию. Тема санкций порушается на всех проговорах у Брюсселя. Например, за питание, что отримала Украина гарантия от ЕС. Щодо их продолжения, глава Украинского МЗС отвечает обережно. Решение про санкции будет приниматься в рамках европейских форматов, таких как министр закордонных справ, потом, конечно, на Европейской Раде. И моя теза очень проста. Санкции связаны с тем, что Россия последовательно и свободно не выполняет минские домовленості. Однако Европа не является единственной в вопросе о покаре России, как этого хотелось бы в Украине, повереждают эксперты. Частина страны допускают участие Кремля в антитеррористической коалиции, в обмене на знание или ослабление санкций. Ключовое вопрос, что конфликт у Сирии может изменить правила гри. Европа уже поделена на тех, кто считает, что он должен изменить ставление до России, и тех, кто считает, что вопросы этого конфликта и санкций должны быть размежены. Остальное решение, что продолжение санкций против России, ЕС ухвалит на заседании Европейской Раде в середине грудня. Жанна Безпечук, Игорь Исхаков, Радео Свободы из Брюсселя. Да, ну вот всего лишь вот такие. Все ожидают и думают, а что же, если Путин нам поможет побороть ИГИЛ? Не знаю, президент Турции, например, сказал, что Путин покупает нефть у ИГИЛ. А до этого президент Путин сказал, что Эрдоган покупает нефть у ИГИЛ. Такое ощущение, что все покупают нефть у ИГИЛ. Или никто. Но кто-то же покупает. Но кто-то же покупает. Потому что ИГИЛ, один из источников финансирования, это продажа нефти. Дешевая продажа, там по 10-20 за баррель, но тем не менее не продают. Кто-то покупает. Отследить можно. Я думаю, чтобы не пришлось Путину краснеть и быть цвета своего флага. Если, увы, кажется, что партнеры Путина где-то на Ближнем Востоке все-таки барыгуют нефтью. А к заявлению Евросоюза, на самом деле, месседж не катастрофический. Он не провальный. То есть он еще раз говорит о том, что нас поддерживают. Нам дают. Это не Путину дают время. Это нам дают время реформировать страну, побороть коррупцию, построить армию. Хотя санкции, они же введены именно из-за нарушения территории. Понимаете, я скажу так, если бы Евросоюз ввел санкции против России на год или на два, это было бы очень глупо. Это выглядело бы очень глупо. С точки зрения самого Евросоюза. Что Украина сделала, допустим, по санкциям со своими беженцами Януковича? Миллиарды увезли, десятки миллиардов долларов вывезли из страны. Прокуратура рассылает только письма о том, этот не виноват, этот святой человек. Это вообще на него молиться надо не то, чтобы преследовать. Снимите его с Интерпола, не преследуйте, дайте ему въезд в Шенгенский зону и гражданство Европейского союза. Все. То есть что мы делаем для этого? Вот здесь вопрос мы сами должны задать себе, своему премьер-министру, своему президенту, своим депутатам, которых мы выбрали. Ну вот на каждом округе, да, у нас столько же мажоритарщиков. Вот давайте каждому из них зададим вопрос. Вот если он приедет сейчас поздравлять с Новым годом, он скажет, дружище, а что ты сделал? Какие законы ты принял? Как ты боролся с Россией? Как ты боролся с оккупантом? Да никак. То есть и поэтому эти полгода, это для того, чтобы держать украинскую власть в тонусе, и чтобы они что-то начали делать и бороться с оккупантом. Потому что не может все время Евросоюз вести за нас борьбу. То есть и да, ну как президент говорит, что волонтеры там не ведут войну, но тем не менее очень много добровольцев, людей, которые лично пришли воевать на фронт, то есть они на своих плечах держат. А вторую часть держит Евросоюз. Где здесь украинская власть и где вот это рвение по бороте оккупанта? Его пока мест не видно. Поэтому полгода на самом деле это не катастрофа, но это четкий месседж, что нужно что-то делать. Да. Ну, европейцев надо будет уговаривать. Вот есть разные течения в европейском политикуме. Правда, многие сейчас не у власти. Например, во Франции, да, в Саркозе человек, Путина, там, в Германии вице-канцлер Германии, тоже человек, который симпатизирует Владимиру Владимировичу. И Виталий, конечно, есть старый друг, Сильвия Берлускони. Вот. Ну, плюс у друга есть партия, которая что-то... Ну, партия пока не очень такая влиятельная, но, тем не менее, там есть другая, более влиятельная. При медиа возможностях друга Путина это может расширяться и раздуваться. Тем более, если в Германии пойдут изменения, в Франции Саркози начнет двигаться, в Виталии это тоже вот это... Старая кусок может возобновиться. Вот 7 декабря на одном из топовых телеканалов Берлускони покажут документальный фильм о Владимире Путине «Президент». Вот. Вот они в Крыму тут вместе такие, два старых извращенца. Украли вино. Да, два старых извращенца. Украли вино. Вот. Вот этот фильм будет производством Mediaset, это корпорация, медиакорпорация Берлускони. Фильм выйдет в эфир в 20 минут первого ночи. То есть не в прайм-тайм. И что самое смешное, что она выйдет после популярного токшоу «Пятого колонна». Так называется. Как бы все. Вот давайте посмотрим трейлер. Он на итальянском, ну итальянская речь. Близко украинскому народу. Да, да. Вот если можно посмотреть трейлер к этому фильму. «Эй, uno degli уомини più potenti del mondo». «Нои пренедремо и террористы овунке». «Эй, лидер политико. «Ди, uno dei паиси protagonistи dell'attualе Ордине Модиале». «Се fosse possibile, andrei io stesso a salvarli». «Realizzato nel cuore del Cremlino». «Я ho lavorato vent'anni al KGB, nell'intelligence esterna». «Рете 4» presenta un ritratto eccezionale. «Лей pensa alla sua vita, oltre l'incarico di presidente?» «Нон è una domanda qualunque». «L'intervista inedita è vis-à-vis a Vladimir Vladimirovich Putin». «Le origini, la carriera, il carisma». «Il presidente», un docufilm presentato da Alessandro Baffi. «Comunque la pensiate, è un protagonista che entrerà nei libri di storia». «Lunedì, 7 dicembre, in seconda serata, Rete 4». «No вот, film про Владимира Vladimirovича». «Putina». «Putina». «Nee, так, no, что там говорили? Я просто переведу вкратце, что «великий политик», «один из самых важных на мировой арене», «который там в КГБ», и так далее. «Ну, знаете, что сказало?» «Харизма, влияние». «Да, харизма, влияние и так далее». Вот друг Берлускони, руководитель его медиахолдинга, да, Фидели Кумфалюнери, он сказал, знаете, что никто в мире не имеет больше заслуг, чем Путин. Он необходим для защиты цивилизации. Вот такие вот заявления. На самом деле, в итальянцах есть очень хороший фильм, «Иль Диво» называется, о премьер-министре Италии. Да, Андреотти, Аджулино. Да, и вот там очень хорошая связь этого премьер-министра показывается с итальянской мафией. То есть, вот постоянно нагнетается вот мафиозность этого руководителя. Я думаю, что, скажем, после этого фильма «Эль Президенте» можно будет снимать «Иль Диво 2», и вот этот божественный образ Путина, да, можно будет раскрыть вот эти дьявольские детали, которые как бы ему присущны. Поэтому, ну, могут, снимают. То есть, друг подарил ему сколько там ящиков 350-летнего крымского вина из музея. Там Адейр, испанского, даже не крымского. И он должен же как-то отблагодарить. Ну, вот сняли такой фильмец. Да. Ну, так как наше время истекло, вот хочу показать всем вот эту фотографию, да, вот эта фотография год назад Петр Алексеевич в окружении волонтеров, без которых бы и так бы победили. Они сейчас должны все исчезнуть. Так, чик, и он один останется. Да, и он один останется. Да, вот мне просто интересно, что по этому поводу думает сейчас глава цивильно-военной администрации Георгий Тука, да, который уже, конечно, не волонтер, но для волонтерского движения он сделал много. Что должен чувствовать, например, Юрий Бирюков, да, ну, волонтерский десант, его что, использовали, оказывается, что и он, ну, без него, без тебя бы справились. Поэтому чего ты там? И многие-многие-многие другие, а даже про которых мы не знаем, потому что мы же не всех знаем, волонтеров-то, их много, их, может, миллионы. Миллионы, да, и не всех мы знаем. Но вот такое мнение выразил верховный главнокомандующий. На самом деле такое заявление тоже нужно для закалки. То есть волонтеры, люди сильные, то есть, ну, я думаю, что никто-то близко к сердцу не воспримет. Для них не самое важное мнение, там, Порошенко, если честно. Нет, их, может быть, мнение не важно, но это мнение не Порошенко, это высказывание президента, это другое. Ну, он показал свое политическое лицо. То есть я еще раз на том, что мне кажется, мне так точно, если первое, второе, и точно так же другим волонтерам будет, что, ну, сказал, это его мнение, но они делали не для него, и для их его мнение не самое важное, не определяющее. Я не думаю, что кто-то из них завтра перестанет быть волонтером, помогать фронту, помогать в реформировании страны, потому что волонтеры, это же не только война, волонтеры, в том числе, это и реформы. Потому что очень редко чиновники это реформы, чаще это волонтеры реформы, западные партнеры это реформы. Да, и все волонтеры вообще. Ну, я просто завершая скажу, что это заявление Петр Алексеевич сделал в ту неделю, когда 1 декабря вышло вот это вот письмо, где много авторов, где говорилось, что люди на пределе, да, и хотят перемен. Это вышло, это заявление он сделал в ту же неделю, где он заявил, что он, в принципе, думает о втором сроке. Ну вот, не знаю, может придется чем-то другом думать. На самом деле, плохие мысли второй срок, нужно думать о сегодняшнем сроке, нужно думать, что делать сегодня, а второй срок придет сам, если ты заслуживаешь. Ну, может быть, да, он себя избавил от этих мыслей, я не знаю. Спасибо, Николай Давидюку. Спасибо вам. Спасибо.